Австралия. В 2002 году строительство плотины Paradise было официально одобрено. Уже в 2005 году плотину возвели объемом 3000 мегалитров. Она была построена примерно в 100 километрах от города Бандеберг. Планировалось, что плотина будет удовлетворять нужды близлежащей сельскохозяйственной отрасли, и в ее строительство вложили 240 миллионов австралийских долларов. Это примерно 165 миллионов американских долларов. Сегодня одноименное водохранилище, которое образовалось после строительства плотины, является основным водохранилищем, снабжающим регион. Ниже по течению реки живут около 60 тысяч человек. Сама по себе плотина Paradise является гравитационной. То есть она удерживает воду в основном за счет веса материала в стене, сопротивляющегося давлению этой самой воды. Это не то чтобы уникальный проект, и планировалось, что такое вложение окупится, ведь местные фермы должны получать воду. По плану плотина должна была простоять больше века. Но реальность оказалась совершенно иной. Теперь плотина считается одной из крупнейших в истории Австралии инфраструктурных неудач, и ее придется полностью перестраивать на несколько метров ниже по течению. Но вот самый интересный вопрос. Возможно ли вообще это? Сейчас я вас удивлю. Но сначала кофе. Мне действительно попался очень интересный материал. Но сперва ненавязчиво. Напомню тем, кто забывает ставить лайки, не забывайте делать это. Если вы не ставите или не хотите, я не прошу. Спасибо. Итак, прежде чем изучать, в чем же проблема плотины Paradise, стоит посмотреть на ее историю и на историю региона в целом. Прежде всего, на реку Бернет. Она дренирует бассейн площадью 33 210 квадратных километров, что составляет 1,9% от общей площади Квинсленда. Этот район был исторически заселен коренным населением Австралии, а затем эта река превратилась в источник богатств. В конце 1800-х годов она служила пристанищем для старателей, которые приезжали сюда, в город под названием Paradise, чтобы намыть золото и сколотить свое состояние. Золото здесь обнаружили в 1889 году, а в ноябре 1890 года город был объявлен золотым прииском. В феврале 1890 года здесь было 40 человек, к маю их было уже 100, а к 1891 году население Paradise разрослось до 621 человека. Это был настоящий город с улицами, садовыми участками, школой, китайскими рыночными садами, скотобойней и почтовым отделением. Имелся даже суд, а лавки с грогом называли бабами. А потом произошло то, что часто происходило с такими городами. Менее чем через 10 лет, в 1898 году, Paradise был заброшен, когда золото иссякло. Единственным напоминанием о его существовании является кладбище к северо-востоку от города, где могилы сохранились до наших дней. Когда в 2003 году началось строительство плотины, Paradise решили принести в жертву и затопить искусственным озером. Видимо, из уважения к прошлому, плотину назвали в честь старого города. Но кто бы мог подумать, что это сделает ее проклятой. Не буквально, но вы сейчас сами все увидите. На самом деле, строительство плотины было просто необходимо, потому что Австралия – это все-таки очень засушливая страна. Вода здесь чертовски ценный ресурс, поэтому относятся к нему серьезно. Особенно фермеры, которые без воды лишатся и урожая, и скота. Так что вложение миллионов долларов было оправдано. Все ради поддержки местного сельскохозяйственного, а еще промышленного и городского спроса. Засуха касается всех. Потому что расположение и погодные условия Австралии слишком часто приводят к засушливым периодам. Не зря же Австралию называют самым сухим обитаемым континентом на Земле. Здесь не только выпадает мало воды, но и высокая скорость ее испарения. В результате здесь на 50 сантиметров меньше осадков, чем в среднем по миру. И для Австралии это не новая проблема. В прошлом страна переживала тяжелые засухи. Среди наиболее разрушительных – засуха в Федерации на рубеже 19 века, которая была настолько сильной, что погибло более 50 миллионов овец. Была также засуха тысячелетия, которая обошлась стране примерно в 10 миллиардов долларов. Короче, в Австралии вода очень ценится. Нынешняя ирригационная система снабжает водой сельскохозяйственные угодья и населенные пункты в районах Бернет, Калан и Изисшир, а также город Бандеберг. А вода в систему поступает как раз из плотин Фредхэй и Парадайз. Около 600 километров каналов и трубопроводов распределяют воду примерно на тысячу домовладений. И с тех пор, как была построена плотина Парадайз, жаловаться не на что. В этом регионе очень хорошая обеспеченность водой. Если раньше люди сталкивались с квотами и нехваткой воды, то теперь все просто отлично. Вот получается, что процветание местной экономики напрямую зависит от орошаемого земледелия и, следовательно, от плотины. А речь на минуточку идет об одном из самых продуктивных продовольственных районов во всей Австралии. В общем, вы поняли, плотину было просто необходимо построить. Но довольно скоро стало понятно, что такое желанное сооружение как будто проклято. Метфорически, конечно. Сначала казалось, что она просто очень сильно пострадала от серии наводнений. В декабре 2010-го Парадайз пережила свое первое крупное наводнение, когда уровень воды в реке Бернетт достиг 7,9 метра. И это было только началом. Целая серия наводнений обрушилась на Квинсленд, в результате чего тысячам людей из городов и поселков пришлось эвакуироваться. Пострадало не менее 90 городов и более 200 тысяч человек. Первоначальный ущерб оценивался в 1 миллиард австралийских долларов, но затем эта сумма была увеличена до 2,38 миллиарда. По состоянию на март 2012 года считалось, что в результате этих наводнений погибло 33 человека. Еще трое пропали без вести. Особенно сильно пострадали общины вдоль рек Фицрой и Бернетт. А затем в 2013 году случился тропический циклон Освальд. В течение нескольких дней он буйствовал над частями Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Прибрежные районы Квинсленда пострадали больше всего. И отдельно Бандеверг. 7500 жителей Бандеверга и пациентов в больнице были эвакуированы. Некоторые дома были полностью смыты, а части канализационной сети просто уничтожены. Шесть человек погибли, один пропал без вести. А ущерб оценили в 2,5 миллиарда австралийских долларов. Река Бернетт пережила рекордное наводнение, которое, как позже выяснилось, нанесло значительный ущерб плотине Парадайз. Ремонт обошелся более чем в 20 миллионов долларов. Плотина и правда была очень сильно повреждена. В ней обнаружились трещины и дыры размером больше Олимпийского бассейна. Требовалось много сил, денег и тяжелой техники, чтобы исправить ситуацию. И уже тогда люди заподозрили неладное, ведь плотина была совсем новой. Почему наводнения настолько сильно потрепали ее? Начались проверки, результат которых обещали предоставить правительству. И очень скоро стало ясно, что наводнение ни при чем. Проблема связана с изначальной конструкцией плотины. Ее просто построили неправильно. В 2019 году правительство Квинсленда объявило, что уменьшат высоту плотины на 5 метров из-за серьезных структурных проблем при проектировании. Всего высота плотины составляет 37 метров, так что убрать целых 5 – это довольно много. Но если этого не сделать, существует реальный риск разрушения. Так, в 2020 году высота плотины была понижена на 5,8 метра. Правда, мне не удалось узнать подробности. Решение о снижении пропускной способности плотины было принято на основе образцов керна, взятых при обследовании конструкции. Но отчеты не были опубликованы, потому что это коммерческая тайна. Известно только, что компания сбросила 105 тысяч мегалитров воды, чтобы сократить мощность плотины до 42% от текущей. Этот сброс воды был эквивалентен опорожнению 32 тысяч олимпийских бассейнов, и у него, конечно, есть последствия. Начиная с 2020 года региону приходится справляться с сокращением водных ресурсов примерно на 20%. Причем сброс произошел во время засухи, когда недостаток воды – это буквальная угроза всему, всей жизненно важной водной инфраструктуре. Конечно, людям это не понравилось. Правительство также подверглось критике за то, что никто даже не подумал проконсультироваться со скотоводами и фермерами вдоль реки Бернет, которые боролись с засухой. И чем меньше мощность плотины, тем хуже ситуация. Людям необходима вода, а также всему остальному, что люди выращивают. То есть тут либо безопасность, либо достаточное количество воды, чтобы выжить. Проблема в том, что для выращивания чего-то в этом районе нужны инвестиции. Как и везде. Инвестиции обеспечивают уверенность и возможность заниматься фермерством, выращивая древесные культуры, авокадо, макадамию, всякие фрукты. Но когда существует недостаток воды, доверие к фермерам слабеет и инвестиции исчезают. Это плохо буквально для всех. И это приводит к решительным действиям. В 2020 году местные фермеры даже начали бастовать и требовать, чтобы плотину чинили, а не просто ограничивались снижением уровня воды. Отдельно фермеры требовали, чтобы им объяснили, что именно с плотиной не так. Напомню, этого не делают из-за коммерческой тайны. Дело даже дошло до суда. Фермеры пытались сделать все, чтобы остановить правительство штата и не дать ему просто уменьшать объем воды вместо нормального ремонта плотины. Но это ни к чему не привело. Кстати, если вам интересно, куда делись те олимпийские бассейны воды, которые пришлось сбросить, то часть досталась фермерам. В течение 10 недель после сброса пастбища могли бесплатно использовать эту воду. Однако похоже, что большая часть воды просто была сброшена в море. Просто представьте, все вокруг страдает от засухи, а в море ежедневно сливаются 400 миллионов литров пресной воды. Неудивительно, что такое решение вызвало кучу критики. Но дело в том, что воду нужно было слить быстро. Даже в засуху фермеры просто не могут использовать такое количество воды за такой короткий период. Море было единственным вариантом. Так в чем же все-таки причина плохого состояния дамбы? Кое-что нам все-таки удалось выяснить. Например, что команда международных экспертов подвергла образцы бетона ряду испытаний, включая искусственное старение и испытания на сжатие и жесткость. Они обнаружили, что бетон деградировал гораздо быстрее, чем ожидалось. Дамба Парадайз стала первой в стране плотиной с катковым уплотнением. Это более экономичный способ строительства плотины и во всем мире его делают безопасным, но при этом используется меньше цемента. Оказалось, что бетон в плотине Парадайз со временем теряет прочность, хотя должно происходить наоборот. В основном проблемы связаны со сцеплением между слоями уплотненного бетона внутри плотины, фундаментами под вторичным водосбросом и риском эрозии. Но на этом дело не закончилось. Плохим оказался и сам бетон. Из-за плохой бетонной смеси, использованной в первоначальной плотине, в которой большое количество глины сочеталось с малым содержанием цемента, стена стала склонна к набуханию и сжатию под воздействием влаги. Пористый бетон также привел к вымыванию цемента, а это ослабило всю конструкцию. Но знаете, что самое странное? Проклятая плотина подвергалась риску прорыва в случае, который происходит раз в 200 лет. И как назло, именно этот случай произошел во время наводнения 2013 года. Поэтому к 2019 году стало понятно, что плотина находится под угрозой обрушения из-за всех этих инженерных ошибок. Выяснилось, что плотина не соответствует современным стандартам и со временем потеряет прочность. Причем это со временем явно может произойти довольно скоро. Никто, правда, публично не заявлял, что плотина находится под угрозой прорыва. Однако премьер-министр Квинсленда сказала, что понижение высоты плотины является фундаментальным вопросом безопасности, и это вопрос первостепенной важности. Как будто бы все намекает на то, что Парадайз в пяти минутах от катастрофы. А если случится прорыв во время очередного сильного дождя, некоторые районы ниже по течению окажутся затопленными, включая части города Бандеберг. Естественно, жители ниже по течению сразу разволновались, узнав, что плотина находится под угрозой прорыва. Да кто бы не разволновался. Это же огромная стена воды, которая может хлынуть на дома в любой момент и просто снести их. Часть территории во время предыдущих наводнений оказывалась отрезана от мира, и теперь люди всерьез опасаются, что не смогут спастись в случае прорыва плотины. Кроме того, есть доказательства, что если бы наводнение 2013 года длилось дольше, эрозия из-за недостаточной защиты ниже по течению могла бы подорвать плотину, что привело бы ее к опрокидыванию. А ведь за примерами прорыва плотин даже не нужно далеко ходить. Иногда они случаются даже несколько раз в год. Последнее обрушение плотины произошло 24 августа 2024 года в Судане, в результате чего погибло по меньшей мере 148 человек, и около 200 пропали без вести. Суданские чиновники сообщили, что плотина Арбаат начала разрушаться из-за продолжительных сильных дождей, которые выпадали раньше, чем сезонные дожди в предыдущие годы. Кроме того, дожди привели к накоплению ила на плотине, и вечером 24 августа плотина Арбаат рухнула в результате повреждений. Водохранилище опустело, районы ниже по течению начали стремительно уходить под воду. Организация Объединенных наций сообщила, что дома примерно 50 тысяч мирных жителей были серьезно повреждены или разрушены. 70 деревень пострадали от внезапного наводнения, и из них 20 деревень были уничтожены. Погиб скот, уничтожились большие участки сельхозземель, а Министерство здравоохранения заявило, что ожидает роста проблем со здоровьем из-за загрязнения воды и вспышек заболеваний вроде холеры. И в целом последствия прорывов и обрушения плотин выглядят примерно одинаково. С 2017 года мы насчитали минимум 16 подобных событий, и каждый раз это серьезная локальная катастрофа. Если плотина Paradise разрушится, Австралия не станет исключением. Но не думайте, что власти отказались что-либо делать с плотиной. После двухлетнего ожидания в феврале 2021 года фермеры получили рождественский подарок. Вернее, обещание подарка. Короче, правительство штата пообещало отремонтировать плотину и вернуть ей былую славу к 2028 году. Вот только потом все опять пошло не по плану. Ожидалось, что новый проект восстановит плотину до полной мощности путем повторного подъема, укрепления и стабилизации существующей стены. Правительство выделило 1,2 миллиарда долларов на восстановление плотины до ее первоначального размера. А потом пришли эксперты и все испортили. Они объявили, что плотина Paradise не подлежит ни ремонту, ни укреплению. И это спустя всего 20 лет после строительства. Ничтожно маленький срок для такой штуки, как плотина, ведь обычно они строятся с расчетом, что ими будут пользоваться веками. Местный депутат даже назвал плотину Paradise одним из крупнейших инфраструктурных провалов в Квинсленде. И позором. Как говорится, в чем она не права? Проблемы плотины оказались такими серьезными, что стало понятно. Нет никакого смысла пытаться что-то чинить. Огромные суммы просто будут потрачены в никуда. Низкое качество бетона, использованного для строительства, делает ремонт невозможным. Все, конец. Тут даже не может быть какого-то другого мнения. Правда, поскольку высота плотины была уменьшена, а в водохранилище за ней стало меньше воды, теперь существует риск ее разрушения в случае, который происходит раз в 5000 лет. Но это все еще недостаточно безопасно. Напомню, что прошлое разрушение было одним случаем на 200 лет. При таком раскладе что-то, что случается раз в 5000 лет, тоже вполне может произойти. Не знаю, послезавтра? В итоге 11 января 2024 года правительство Квинсленда объявило, что плотина Paradise потребует полной перестройки 70 метров ниже по течению. Это довольно разумное решение, потому что плотина все еще нужна людям. А раз ее нельзя починить, то нужно строить заново. Но и это решение подвергается критике, ведь оно означает, что будут потрачены миллиарды долларов. Снова. Плюс строительство новой плотины обойдется значительно дороже, чем ремонт существующей конструкции, да и уйдет на это 7-10 лет. Все это время людям придется мириться с недостатком воды. Точных сроков пока никто не дает, да и нет сметы нового проекта, хотя разработка уже началась. Помимо прочего, нужно будет найти новые экологические решения, потому что две плотины на одной реке, ситуация, которая обещает природе много испытаний. Но зато говорят, что новая плотина будет точно такой же высоты и пропускной способности, как и старая. Это должно успокоить общественность. Скорее всего, существующая плотина пока останется на месте и будет использоваться в качестве перемычки, чтобы создать сухую и безопасную рабочую среду во время строительства. Это означает, что она будет сдерживать реку, пока ведутся работы. Затем плотина будет восстановлена в прежнем виде, только на этот раз, как мы предполагаем, с использованием гораздо большего количества цемента. После этого в ходе строительства будут снесены части первоначальной конструкции, чтобы это не повлияло на работу новой плотины. Ну и в конечном итоге первоначальная плотина будет затоплена. Некоторые части старой конструкции могут выступать из затопленной зоны, но это не так уж важно. Особенно с учетом того, что срок годности новой плотины должен быть около ста лет. Очень хочется надеяться, что вторая плотина, Парадайз, будет построена более прочной и качественной, избавится от своего проклятия и выдержит множество событий. Похожая ситуация. Существует еще одна дамба, которую нельзя ни починить, ни снести, но бездействие чревато последствиями. Шпиталом. Одна из первых в мире крупных плотин, воздвигнутых в горах. Ее строительство началось еще в далеком 1925 году, и благодаря стараниям 600 строителей конструкция достигла высоты 114 метров. Создание этого сооружения позволило образовать новое искусственное озеро за счет ввод талых ледников, которые дальше использовались для производства гидроэлектроэнергии. Его объем составляет примерно 94 миллиона кубических метров. Это делает озеро самым крупным водохранилищем, принадлежащим энергетической компании KWO. Звучит внушительно, да? Однако примерно через 30 лет после постройки дамбы была сделана довольно неожиданная находка. Эксперты обнаружили на боковой стороне плотины, выходящей на озеро, серьезный дефект. И это была не просто трещина, речь шла о так называемом вертикальном разделении, то есть разделении большого объема материала от основной массы бетонной конструкции. Под вершиной дамбы также присутствовала меньшая по размеру горизонтальная трещина. Возникли опасения, что через несколько десятилетий трещина может привести к обрушению части сооружения. Возможный исход – волна в озере, угрожающая долине. Кажалось бы, почему бы не устранить трещину или не заменить поврежденный участок? Спойлер, они пытались. Просто это не помогло. Теперь есть только один выход – соорудить новую дамбу перед старой и затопить пространство между ними. Шпиталам будет сохранена как исторический объект, в то время как новая плотина возьмет на себя функцию сдерживания водных масс. Новый объект, стоимостью 140 миллионов долларов, не является крупным проектом по современным меркам. Тем не менее, строительство дамбы можно назвать подвигом, как и возведение – шпиталам, потому что это все-таки огромное сооружение. Работы, кстати, начались еще в 2019 году и должны завершиться к 2025 году. Надеюсь, у швейцарцев тоже все получится. Провальный рыбопроход Посмотрите на эти кадры. Нет, это не какая-то странная игра, а реальный туннель для рыбы. Нечто подобное могло бы функционировать на дамбе Paradise, но что-то снова пошло не так. Строительство этой дамбы было одобрено при условии, что рыба сможет перемещаться вверх и вниз. Значит, нужно было соорудить конструкцию, которая помогла бы в этом. Не прыгать же рыбе на десятки метров вверх. И хотя еще в 2009 году велись разговоры о том, что рыбопроходы не принесут пользы, это никого не остановило, и туннель стоимостью 30 миллионов долларов был построен. Что могло пойти не так? Дамба построена, проход для рыб есть. Тем более, что речь идет о редком надотряде двояко дышащих, жизни которых не должна мешать какая-то там бетонная стена. Но когда ученые провели исследование, они выяснили, что только одна рыба переместилась снизу вверх по течению, а если остальные рыбы не смогли перебраться через дамбу, это значит, что они потеряли возможность нормально размножаться. Напомню, речь идет о редких рыбах. В общем, хотели как лучше, но ничего не вышло, и дамба парадейс оказалась ключевой угрозой для восстановления популяции двояко дышащих. Как будто мало с ней было проблем. Еще одна угроза. В августе 2024 года дамба парадейс превысила свою пропускную способность, и вода в любой момент может затопить все вокруг. Нет, серьезно, для одной плотины как-то слишком много угроз. Ладно, на самом деле затопления не будет. В результате обильных осадков в течение двух дней дамба в регионе Нотбернет начала переполняться. Компания Sunwater, обслуживающая водные ресурсы, сообщила о выходе воды из водохранилища в окрестные водотоки. Последние данные говорят о том, что водохранилище заполнено на 114,18%, то есть на 24,6 миллиона литров больше, чем максимально допустимый объем в 170 миллиардов литров. Из-за перелива воды через плотину возникает угроза для реки Бернет. Опять! Однако корпорация водных ресурсов утверждает, что избыточная вода не приведет к выходу реки из берегов, а также не затронет соседние водные пути. Что ж, посмотрим, что произойдет с рекой и дамбой. Но главное ведь – это безопасность людей. Чтобы обезопасить жителей регионов, прилегающих к плотине Парадайз и реке Бернет, была выпущена рекомендация по наблюдению за объемом воды в дамбе. Также советуют придерживаться простого правила, если наводнение все-таки случится – не входить в воду разлившейся реки. Досмотрел, значит, поставь лайк. До скорого!